мы не понимаем кто какой путь прошел мы судим по каким-то внешним признакам и женщина может быть добытчицей в семье часто именно она добытчицей в семье является значит человек не обладающий какими-то внешними данными может быть военштейн видели так если бы вы не знали как он выглядит встретили бы на улице решили бы что он просто бомж вряд ли бы вы как бы сказать увидели в нем гения там и так далее но мы вот реагируем на какие-то внешние эти факторы характеристики и от этого у нас формируется предубеждение а после как сформировалось предубеждение вы знаете включаются весь набор других когнитивных искажений мы ищем подтверждение своему убеждению да потому что у нас уже есть мы начали складывать динамический стереотип его надо всячески уложить само предубеждение возникло потому что у нас есть какая-то потребность потому что у нас принято бояться бомжей ну как-то да вот хотя в том же тибете понимаете бомж это просто святой человек он всего отринулся понимаете у него он без определенного места жительства он в нирване там нет квартиры номера улице дома вот с ездом вот да и вот этот набор предубеждений да он у нас возникает потому что что-то как где-то наши какая-то подкорка где-то из-за чего-то засуетилась какие-то инстинкты там забегали потом мы сформировали убеждение она стала доминантным и к этому доминантному убеждению придумали кучу обоснований и после этого бац и мы уже не можем думать по-другому и сейчас я говорю про такие вещи чтобы было понятно но дальше я могу говорить про вещи следующего характера например у всех мужчин есть стереотип восприятия женщин они близко не понимают что на самом деле в женских головах происходит но у них есть четкое понимание их как бы характеристик по крайней мере мужчины женщины не бельмеса не понимают что там у мужиков башки ну то есть они даже не думают что такое бывает для них вы для многих это откровение у нас есть курс мужчины и женщины вот я там мужчинам рассказать и женщина с каким мужчиной их собственные личные масса удивлений 15 лет в браке словно встретились первый раз да но есть предубеждение мы исходим исходя из этих предубеждений и это приводит к тому что мы допускаем те или иного рода ошибки раним друг друга там и так далее вот поэтому понимание того что наши социальные культурные вот эти факторы это маркирование людей определенными ярлыками является ну крайне опасным с точки зрения объективности с точки зрения продуктивности делом но это как бы сказать важный очень фактор и чем более вы открыты но опыту чем больше вы способны как бы сказать впитывать себя разные модели реальности реконструировать аспекты реальности более объемно более содержательно тем меньше шансов что вы попадете под удар вот этих вот предубеждений и это четко есть этому научное подтверждение в исследованиях показано что толерантность то есть способность понимать и принимать других людей повышается с уровнем образования то есть чем люди тупее тем менее они тем больше заложники культурных стереотипов и тем меньше их способность воспринять другую культуру другой способ жизни там и так чем образование выше тем легче реконструировать собственно говоря мир другого человека поставить себя на его месте увидеть большие закономерности нежели просто ярлыки которые навязывают общество и культура и поэтому я вообще большой сторонник образования но к сожалению сейчас образование не то что хотелось бы потому что учить надо не только знанием научить надо и мышлению чтобы этими знаниями пользоваться потому что если мышление не обучить то знание превращаются в инструмент насилия притеснения и больших ошибок вот которые люди зачастую совершают как бы сознанием но без мозгов без способности мыслить и вот вот почему так важно понимать что наш мозг сложный аппарат и можно про него сказать что он имеет много ловушек